Студентка Самарского университета Эмма Качарова вместе с одногруппниками вынуждена ходить на учебу прямо по трамвайным рельсам. Другой дороги от остановки нет. Активисты вуза обратились к городским властям за помощью. Обращение было именно от студентов. Я председатель совет обучающихся Самарского университета. Когда два вуза объединились, возникла необходимость постоянного перемещения между двумя вузами. У нас нет прямого маршрута. Я обратилась к главе города, к фурсову с письменным обращением, с тем, чтобы 12 маршрут продлили. И это позволило бы нам перемещаться между двумя площадками. Ответ поступил довольно-таки быстро. Крик о помощи услышали и власти города, и члены Общероссийского народного фронта. Их представители встретились со студентами на остановке трамваев в Постниковом овраге и лично изучили проблемный участок. Сами прошлись по опасной тропинке. Там же на месте наметили пути решения этого вопроса. В идеале это тротуар с освещением. Здесь, вы знаете, сейчас активно застройка идет в этом районе. И, соответственно, как один из вариантов попросить застройщиков, чтобы они благоустроили эту территорию. Вы знаете, наверняка в послании президент говорил, особое внимание уделял вопросам благоустройства. Объединение СамГУ и СГАУ – не единственное слияние вузов в Самаре. Одним учебным заведением скоро станут политех со строительным университетом. Студенты этих вузов тоже вынуждены будут как-то перемещаться между корпусами. Поэтому постников овраг сегодня можно назвать тренировочной площадкой, на которой власти вырабатывают оптимальные решения для таких вопросов. Ходить по трамвайным путям, как это делают многие самарцы, пожалуй, не стоит. Иначе вы рискуете оказаться под колесами трамвая. Лучше подождать, когда этот участок облагородит. А пока обходить его стороной. Сергей Ромашов, Григорий Плешаков. События.